Газификация домов в Петрозаводске обернулась скандалом. 18 сентября жильцам дома номер 4 по улице Ленинградской отключили газ сжижены, но не подключили газ природный. Компания Корелгаз отказывается переводить дом на выгодное топливо. Как выяснилось, вентиляционные трубы, которые два года назад заменили во время капитального ремонта кровли, не соответствуют требованиям. В том, кто виноват и что теперь делать, разбиралась Алена Сянти. И как холодной водой все моете или греете? Нет, мою холодную, вот наберу. Горячей воды и возможности пользоваться плитой Мария Ивановна и жильцы еще 79 квартир в доме номер 4 на Ленинградской лишились три недели назад. В ход активно пошли электроприборы для нагревания воды и приготовления пищи. А это небезопасно, потому что проводка в доме, который построен более 50 лет назад, на такую нагрузку не рассчитана. Ни горячего питания, ни помыться, ничего нет. 18 сентября нас отрезали от жиженного газа, а к природному газу так и не подключили. 80-ти квартирный дом остался без газа и без горячей воды. Вместо дорогого сжиженного газа здесь должен был появиться дешевый природный. Но в итоге ни того, ни другого. Газовщиков не устраивают пластиковые вентиляционные трубы в доме. От управляющей компании поступила информация, что дымовые трубы неисправны, вентиляционные каналы неисправны. И на данный момент Кореллгаз в рамках законодательства не может подключить дом к природному газу, пока неисправны дымоходы. Это небезопасно для жильцов дома. Оборудование установили два года назад, когда муниципальная служба заказчика делала капитальный ремонт кровли, который обошелся в 9,5 миллионов рублей. Когда в октябре 2015 года была комиссия по приемке, должны были сдать управляющие компании, мы эту кровлю не приняли. Основным из некоторых недосчетов было, в том числе, вот эти газоходы, что они сделаны из пластиковых труб. Значит, мы долго вели переписку с администрацией города и писали в Кореллгаз по поводу того, что есть нарушения в этом, что это газоходы все-таки, да. Из пластиковых труб они должны быть не из негорючих материалов сделаны. Значит, ну и писали, значит, в Кореллгаз и писали в администрацию вот эти претензии. Ну, как-то никто не реагировал на этого. В Кореллгазе подтвердили только одно обращение от управляющей компании. Акт о неисправности вентиляционных каналов поступил в управление компанией на прошлой неделе. Тогда Кореллгаз и отреагировал. До этого момента в управление Кореллгаза акты о неисправности вентканалов не поступали. Администрация города не занимается обслуживанием газовентканалов. И здесь тогда у меня вопрос, может быть, тогда Кореллгаз проведет все-таки действительно ревизию, работу какую-то с управляющей организацией, чтобы у нас не было таких неожиданностей. По словам руководителя городского управления жилищного хозяйства, все работы во время капремонта кровли и замены труб на Ленинградской 4 сделали в соответствии с проектом, который разрабатывала Вологодская фирма. Но как она это делала, большой вопрос. Ведь в проекте указано, что система газоснабжения здания проектом не предусмотрена. Не заметила эту странность и Оренбургская фирма, которая проводила экспертизу проекта. Но жителей дома в данный момент больше интересует вопрос, не кто виноват, а как исправить ситуацию. Мы предлагаем запустить для начала в работу газовые плиты, так как они не связаны с системой вентилирования газовых горелок. Они, соответственно, все эти испарения уходят через обычную вентиляцию. А такая схема, по крайней мере, по тому акту от пожарных, она имеет место быть. Новый проект по переустройству вентиляционных каналов будет готов уже в эту пятницу. Тогда же специалисты смогут приступить к их замене. На это уйдет от трех до четырех недель. Работы проведут за счет мэрии. Впоследствии счета на расходы администрация Петрозаводска собирается выставить горе проектировщикам и экспертам из Вологды и Оренбурга. Их к работам два года назад привлекли по итогам аукциона. В этом году на природный газ в районе Октябрьского проспекта должны перевезти 18 многоквартирных домов. И в том, что для них газификация не обернется скандалом, при такой системе организации работ и контроля за их исполнением гарантий никто не дает. Алина Сенти, Владимир Волотовский, Телеканал Ника+.